От легендарного Востока до Международной космической станции. Как открывался путь в космос? Сколько труда было приложено, чтобы мечты о нем стали реальностью? О полете Гагарина, поистине легендарном событии. О том, как космические первопроходцы, советские люди, открыли дорогу к звездам, смогли узнать на экскурсии в музее Дома космонавтов звездного городка дети из Донбасса. Сейчас эти ребята живут во временном пункте размещения в Подмосковье. И в День космонавтики по инициативе «Единой России» для них была организована интересная космическая программа. Далеко не каждый день выпадает возможность попасть в музей звездного городка. Эти стены хранят историю покорения космического пространства. И, конечно, здесь представлены уникальные экспонаты. Космонавт раскручивался, и затем медицинские работники его останавливали и проверяли его состояние. Может ли он в дальнейшем выполнять какие-то задачи, правильно ли может сориентироваться в пространстве. Все было готово к полету человека в космос, и в ракету устанавливался космический корабль-спутник. Я вам показывал шарообразную форму, это спускаемый аппарат, который крепился на космический корабль. Космонавт располагался на таком катапультном кресле. Вы видите, оно так немножко под 45 градусов наклонено. Но головой находился вот здесь в верхней части, а перед ним находился иллюминатор. В экспозиции представлены кабинет Гагарина. Он был открыт здесь в 1969 году. Обстановка здесь предметы подлинные, а атмосфера удивительная. Экскурсия, экспонаты и рассказ о покорении космоса оставили большие впечатления у юных гостей, как они сами признались. Мы попали как будто бы в прошлое. Это было очень реалистично, как они рассказывали. Я погрузился в атмосферу, в эту космическую, эти космические аппараты. Я прям погрузилась в историю космонавтики. И у меня появилось желание еще больше изучать космос. У меня и раньше оно было. Ребята признались, запомнят поездку надолго. Однако это не единственная экскурсия. Подмосковные единороссы планируют организовать целую серию поездок для детей из Донбасса, как в звездный городок, так и в другие места, связанные с космосом. Сегодня вот здесь мы видим 30 человек, которые приехали. Но это не все ребята, потому что у нас в течение пяти дней будут проходить такие экскурсии. Всего будет 350 детей посетят в звездном городке музей космонавтики, в Королеве, в Кванториум. Они отправятся у нас на экскурсии, на интерактивные программы. А дети, которые находятся в озерах и в Зарайске, они у нас посетят планетарий. Для всех, кто живет в звездном городке, День космонавтики – праздник особый. Собраться у памятника Гагарину в этот день традиция неизменная. Ведь это место неразрывно связано с самой историей покорения космических просторов человека. Так и на этот раз состоялась торжественная церемония с возложением цветов к памятнику. Участие в нем приняли и дети из Донбасса.